Для меня художественная гимнастика это, наверное, это вся моя жизнь. Это процентов 80 занимает в жизни моя гимнастика. Тренер за мной пришел в школу, отобрал, отобрал раз, но в то время, в 90-е были тяжелые времена, водить было некому. Еще раз пришла, еще раз позвала, мама сказала, не до твоей гимнастики сейчас. Потом она просто, видимо, узнала адрес у школьного учителя и пришла за мной домой. Сама меня взяла за руку и привела. Вот так вот я осталась в гимнастике и, в принципе, я без нее не представляю жизни. Назад, кричит. Ну, Кристина, видишь, как я на руках, может, седать. Да, Кристина, было бы желание на страдке. Все, ровно сидим. Ты постоянно с чем-то сталкиваешься и постоянно ты над чем-то работаешь. И тут пределов нет. Это в жизни, в принципе, это хорошо пригождается. Помню первые соревнования. И, опять же, это было в те времена, когда даже купальников у нас таких, как таковых, не было. Там, как сейчас, все в камнях, в блестках. И мне мама сделала купальник из своей кофты. Мяч мне тоже купили простой, резиновый, такой мяч на рынке, на каком-то. И, ну, для меня это было правильно. И все, я в гимнастике, я выступаю. Потом, после этого, мама распустила кофту и назад ее забрала себе. Да, это в то время, да, это было так. Я выступаю. Четыре только локтей. Пять. Основная. Шесть. Семь. Локтей. Восемь. И раз. Два. Сладко. Три степанья. Четыре. Попробуем. Пять. Художественная гимнастика, в принципе, это тяжелый вид спорта. Это бесконечные тренировки. Это нет ни каникул, ни выходных. Нет никаких семейных праздников. Это постоянно в спортзале. Вот в три года вот они ходят. Это вот они вот начинают работать. Они ходят уже три раза в неделю. А у старших они без выходных сидят. Просто целые-то круглые сутки в зале. Это тяжело. Помимо каких-то данных, которые должны быть от природы, это еще и вот все. Старание, упорство, трудолюбие. Это все на площадке доказывает. Потому что природных данных одних мало. На тренировке ты получаешь травмы не без этого. Бывают растяжения, бывают и переломы. Все бывает. Если человек действительно этого хочет, если он заинтересован в этом, во всем, да, это стоит. Просто дети, которые уже остаются вот с самых маленьких лет и доходят до мастеров спорта, они в принципе без гимнастики жизни не видят. Мостик с нами стоим. Раз, на плотник. Стоим. Раз. Ловни. Два мяча. Зажим. Зажимай мяч. Три. Четыре. Не назовай. Пять. Маленько сюда. Прогибайся. Прогибайся. Пять. Вот так стоит. Ловки. Держи. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Поднимаемся. Десять. Если раньше всегда было, да, в советское время когда-то, что учитель всегда прав, в принципе, сейчас мы уже эти могут ставить условия, да? У нас раньше такого не было. У нас, в принципе, родители вообще не лезли в гимнастику. А сейчас такая проблема, и это большая проблема, правда. Когда ты с ребенком занимаешься, пять-шесть лет, да, вот, с таких, и потом они просто берут и уходят. Потому что сейчас на соревнованиях мы место не заняли, поэтому мы на всех обижаемся и идем к другому тренеру. Но в любом случае это спорт. Ты сегодня ты можешь выиграть, завтра ты можешь проиграть. Я говорю, идите работайте, обязательно получится, было бы желание. Четыре, пошли передаем. Раз, на трех, два. Два. Ну, держи мяч там. Три. Палька, ровный шпага. Два, две, четыре, пять. Садись, садись, садись на стартечное бедро. И пять, пошла, посолай. Передавай пять на прямую, шесть. Есть дети, которые просто без данных. Ну, они, вернее, с шикарными данными, но нет возможности. А поскольку у нас все выездные поездки у малышей, да, они все за свой счет идут. Нет возможности приобрести купальник, да, для выступлений. Какие-то хорошие предметы. И вот в этом проблемы все. Все-таки, потому что дорогой вид спорта. Они бы, может, больше результатов принесли, но просто нет возможности для этого. И вот, ну, как тренер, да, бывает, там, свои деньги вывозишь, свои деньги какие-то вкладываешь. Ну, иногда видно становится, ты ребенка вкладил в ситуацию, вкладывал там как-то в него, да, и материально, прежде всего же денег, а они потом берут и бросают. Ну, потому что вот надоело им. И вот ты думаешь, ну, и зачем просто надо было. Сколько девочек в зале вот тут сидят на ковре другому ребенку, это даже не снилось. Это по 8 часов можно тут. Без выходных. Особенно, если впереди какие-то старты. Это труд родителей, которые так же, да, приводят ребенка. Они его ждут, сидят, потому что тренировки бывают допоздна. Приходят, ждут. И у родителей тоже, соответственно, они уже свои отпуска, выходные, они под ребенка подстраивают. Потому что невозможно взять ребенка и уехать куда-то. И вот впереди соревнования, и вся семья сидит и ждет. Вот за нас соревнования, мы не можем уехать. Я много раз хотела бросить. Я много раз психовала, я не хотела ходить ни на работу, ни на тренировки. Но я все равно сюда иду, я не знаю почему. Когда каникул, у тебя две тренировки. И утром, и после обеда. И вот ты на первой тренировке устанешь. Я всегда шла с таким, часто шла с такими мыслями. Все, это последняя моя тренировка. Я брошу всю эту гимнастику. Она мне надоела. Прихожу домой, через 2 часа я уже опять счастливая, довольная иду на тренировку. И это как-то забывается. Наверное, все-таки вот за вот это я люблю гимнастику. Прежде всего за то, что ты себя умеешь преодолеть во многих моментах. Редактор субтитров А.Семкин